Друзья, всем привет! Когда в продаже появляется ранняя капуста, я готовлю очень вкусные котлеты. Беру фарш, свинина, говядина 800 грамм, 2 столовые ложки манки, растительное масло, раннюю капусту, лук, морковь, зелень, куриное яйцо, соль, черный молотый перец, паприка и кориандр. Беру большую емкость. В этот рецепт можно было все нарезать мелким кубиком, но я буду натирать вот на такой решетке. В общем, лук. Продуктов у нас немного, до этого получится много, так как в этих котлетках очень много овощей будет. Морковочка, вот такая, немаленькая, но и небольшая, средняя. Капусту можно было нарезать, но можно и натереть. Беру и натираю на этой же терке. И самое главное, пальцы берите. Вот столько у меня по овощам. Добавляю фарш. Одно куриное яйцо. Паприка, кориандр и перец. Соль по вкусу. Все хорошо перемешиваю. Вот сюда можно было добавить и батон, но я, как правило, сюда батон не добавляю. Вот если я добавляю овощи, допустим, капусту, морковку, я батон не кладу в фарш. Считаю, что он просто используется. Две столовые ложки манки. И все хорошо перемешиваю. Сейчас вот хорошо перемешаю и постою с манкой минут 10, чтобы манка разбухла. Одну часть капусты я натерла на терке, а вторую часть мелко нарезала. Все-таки хочу, чтобы капуста в котлетках ощущалась. Все хорошо перемешала. Что я делаю? Я беру вот таким образом, отбиваю. Отбиваю котлетную массу, чтобы овощи наши котлеты не развалили. Руки в воду и начинаю формировать котлетки. Вот таким образом, друзья. Немного так вот их прижимаю, чтобы они у нас были не круглые, а наоборот такие вот не круглые. Почему? Потому что в процессе обжарки они все равно у нас станут маленькие и пухленькие. Так что нам же нужно, чтобы все это прожарилось. Формируем. Это же не сложно. Вот сделали котлетку раз, прижали. Вот таким образом. Когда мокрые руки, котлетки формируются быстро и хорошо. И не прилипают к рукам. Если я в фарш добавляю овощи, я вот эти котлеты никогда не обваливаю. Ни в муке, ни в панировочных сухарях. В общем, идем жарить. Наливаю немного растительного масла. Нагрев плиты я сразу же делаю на семерку, то есть на средний. Руки в воду. И начинаю. Вот так вот котлетки сформировали. И кладу котлеты. Но котлетки еще нужно обязательно подержать в руках. Котлеты кладу на расстояние друг от друга. Чтобы они хорошо прожарились. Закрываю крышечку и обжариваю под крышечкой минут по 5 с каждой стороны. Нагрев средний. Друзья, я эти котлетки обжариваю под крышкой. Я вообще котлеты обжариваю под крышкой. Тогда они получаются у нас сверху хрустящие, а внутри сочные. Жарим котлеты. Котлеты обжариваются под крышкой 7 минут. Нагрев средний. Ой, опухотенько. Переворачиваю. Смотрите, как хорошо они переворачиваются. Без всякой обвалки. Мы же их в муке не обваливали, да? Отлично. Закрываю крышечку. Минут 7 и готово. Друзья, берем вот так вот раз и переворачиваем. Еще раз перевернем. Ничего страшного. Лучше прожарятся. Как хорошо они переворачиваются. О, кое-где уже под немножко цеплят. Хорошо это обжаривалось. Котлетка. Закрываю крышечку. Минутки 2 еще и готово. И будем выкладывать. Котлетки полностью приготовились. Как хорошо прожарились. Супер. Аппетитненько. Выглядит аппетитненько. Вот такие у нас котлетки на внешний вид. И под крышечку. Пусть стоят. Так, друзья, убираю шквалки. Со сковороды. Чтобы они потоньше были. Делаю. В общем, с этого количества у меня получилось 11 котлет. Но котлеты немаленькие. Котлетки у меня большие. Закрываю крышечку. Жарим котлеты. Какая красота. Да, вообще. И ничуть не подгорели. Вот обратите внимание, как хорошо переворачиваются. Хоть никакой панировки в котлетах не было. Беру вот таким образом. Потрясла котлеты. И продолжаем дальше жарить. Друзья, котлеты я полностью приготовила. Как храню я котлеты? Котлетки обжарила. В чашечку и под крышечку. В таком состоянии они всегда остаются сочные. В общем, беру своё шикарное блюдо и перекладываю котлеты на блюдо. Друзья, и будем пробовать. Давайте разломаем котлетку, что ли. Вот такие котлеты. Можно сказать, котлеты диетические. Тем, кто старается сидеть на диете. Друзья, этот рецепт для вас. Кушаю котлетки, они просто тают во рту. Они получились у нас мягкие. Вот обратите внимание. Вот такие сочные. Готовьте вместе с Еленой вот такие вкусные котлеты. Они и простые, и бюджетные. Особенно, когда сезон овощей. Купили фарш, овощи все со своего огорода. Ну, даже если и нет, они в магазине не так дорого стоят. И приготовили такие котлеты. Самое главное, продуктов немного. Там фарша пусть 800 грамм. Можно побольше добавить капусты, морковки, лука, зелени. Всё, что угодно. Кабачки и болгарский перец. Друзья, готовьте. Всем удачи, пока. Ну, а мы будем кушать. Сейчас сделаю картофельное пюре к этим котлеткам и салатик. И покушаем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok